Яросвет Итак, подходим к прямому пути Прямо пойдешь, в Царство Божие войдешь Поясни, пожалуйста, насколько мы уже находимся в Царстве Божьем Или как в него мы можем прийти И как ты это понимаешь? Благодарю, Владимир, за вопрос Действительно, все наши соотечественники Люди, живущие в русском мире, говорящие на русском языке Неоднократно слышали эту формулу Царство Божье на земле И более того, отчаяние русского народа Всегда как раз озвучивали, что найти Царство Божье на земле И даже Иисус Христос говорил о том, что найдите Царство Божье в себе В себе, говорил, найдите нам одна из этих Записи есть такая И вот здесь как раз Следуя заповедям По Божьему велению, да По народному хотению Мы, соответственно Заглянув в родное живое слово Открывая для себя его многомерные смыслы Грани Как единого алмаза такого Светящегося Мы приходим к пониманию Вот этих формул Которые, это понимание Расширяет наши границы Самоопределения Человека Кто я есть На самом деле Как бы Вот здесь и сейчас И соответственно От того Самоопределения Которое приходит В осознанность Человеческую Выстраивается Целеполагание Его движения В жизни В повседневности И соответственно Идем в Царство Божье А мы его Вернее скажем так Мы пробуждаем сознание Своё В Царстве Божьем То есть мы просыпаемся В Царстве Божьем Сейчас Царство Божье По моей мере понимания Оно Это весь мир Который нас окружает Изначально С самого так Сотворения Когда оно там было Гадать не собирать Мне это не интересно И вот Царство Божье Оно многомерно Многогранно Опять же Многоярусно И вот мы оказались В мире Яве Наши души Сотворив тела Плотиевые структуры Мира Яве Как вот инструментарий Для того чтобы Добывать свет Этого света Здесь и сейчас И для души В том числе Вот Наши Души Приходят с определенной целью Сюда в этот мир Божий мир Божье царство И вопрос стоит в чем Что Разум души Имеет Большой опыт Множества жизни Предыдущих А когда Сформировано тело И начинает работать Ум в теле Еще у трубе матери Вот ум Родился только сейчас И он на протяжении Своей жизни Растет вместе с телом Обретая умения Знания Навыки Как управлять этим телом Конкретно здесь В Мирьяве И он имеет Только этот опыт Ум Единственное Что он еще Имеет возможность Это услышать Разум души Которая постоянно Стучится В двери ума Как совесть Да Ну в том числе Как совесть И значит Пробует его настроить На то Чтобы ум Выполнил Божественную программу Своего предназначения Как творца Света этого света Управляя телом И вот отсюда И получается Что Чтобы осознать Проснуться В Царстве Божьем Надо Чтобы у ума Были ориентиры Вот этих Предметного образа Построения Чтобы ему было понятно Что это такое Почему Зачем Как Куда Сколько Во сколько С кем И так далее И вот В этом нам Может помочь Именно наше Родное Живое слово Самоопределиться И так Божье царство Вот это Что оно вокруг нас И оно Оно существует Как божественная Структура Ну ни у кого Не вызывает сомнений В принципе Ни у одного Ну конечно Могут быть у Мишки Совсем такие Запруженные Всякие демократии Которые просто Будут кричать Да это не может быть Просто так Чтобы покричать Как говорится Да В программе всякие Вирусные Вот А любой разумный человек С этим согласится В принципе Другой вопрос Что вот Божье царство Ну есть небесное А есть и земное И вот небесное Это там Очень должно быть хорошо А вот Земном Божьем царстве Тоже должно быть хорошо Но вот это хорошо Не проживается Большинством Населения Умами Не проживается Что это хорошо И в телесной структуре Да По одной простой причине Мир яви Нашего трехмерного плана В четырехмерной галактике Он находится в сумеречной зоне И в сумеречной зоне Есть как соприкосновение Информационных потоков Световых Чем мы являемся В принципе Ну Весь мир яви Является световым потоком Вот Но с другой стороны Этот вот мир наш Он как бы проявление Светом тьмы Пробуждению И проявлению Вот в новых формах Космического плана И вот эта пограничная зона Определяет Что мир тьмы Это вот условно Так называемый И мир света Они здесь встречаются И вот В сознании человека Может быть Два варианта Пребывание себя Как светоносная структура Биться с тьмой Либо Озарять ее Освещать Оплодотворять Светом Раздавать светом Вот Ну Ну Все Новую форму Да все это Укреплять Мир яви Светоносность Мира яви То есть Вот мы опять Видим разницу Целеполагание Да Вот борьба с светом Я борюсь Да Там сам Или вот Защита добра Это же Как убираться в квартире Чтобы убрать мусор Или убираться Делая красиво Красоту Да Да И Вследствие этого Убирать мусор Так точно Так точно Скажи пожалуйста Вот Такой вопрос тебе Яросвет А что Первично Что вторично Или может быть Вообще так нельзя сказать Царство Божие Вот Царство Божие Важно Или Божие Царство Что впереди Ну В данном случае Опять же Мы определяем Мерность Смыслов Да Если мы говорим Может так сказать Если мы говорим О внутреннем мире Человека Об упрессованном Космосе Телесной формы Да Миллиардов Всевозможных Веточек Которыми управляет Ум 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 управляет Телом Так вот В данном случае Конечно же Тут должно быть Царство Божие Почему Потому что Царь Слово Цель Аз Речет Свершить То есть Когда В первую очередь Ум должен признавать Что он находится В иерархии Управленческой Света И над ним Управляет Разум души Им управляет А разум души Считывает Дух света Святой дух Аза Аз Аз Это луч Света В потоке Славы Рода Светолавы Рода По которому И спускается Душа И формирует Тел Вот этот момент Здесь Естественно Божественная Вся эта структура Троичности Получает То есть Мы признаем Что В человеческом Сознании Царство Божье Цель Аз Речет Опять же И вот эти Вот системы Державности Строя Опять же Добро и Слечение Жизни Аза Ведами Аза Вот это Державный Строй Сознания Он является Божественной Структурой Троичной Сознании Аз То есть Дух Аза Программа Жизни Строй Разум Души И Ум Тела Где Дух Является Царем В сознании Цель Головья Да Цель Головья Цель Аза Человек Который Дальше Разум Выполняет Функцию Коназа Коназа Князя Коназа Как говорится Вот Это который Формирует На базе Духа Программу Жизни Строя Формирует Правила Поведения Ума Ума Разум Читается У нас Как Одна Спрощение Лечет Аз Уму Опять же Передача Информации Уму Для Ума То есть Разум Является Князем Коназом А уже Ум Должен быть Витязем Витязем Бога Ра Его Светом Его Проводником И Отношусь К своему Внутреннему Микрокосмосу Как Царь Который Заботящийся Любящий Управляет Своим Микрокосмосом Поправка Единственная Не Бога Ра А Бога Рода Ра Это Сердце В теле Рода Вышнего Если уж Говорить Ра Бог Как Этот Ну У египтян В переводе Наши переводчики Давали Так Что Ра Это Бог Солнца Бог Солнца Вот Но мы Знаем Что Солнце Это Одна Из Его Сердца Солнце Наше Солнце Является Капилляром Кровеносной Системе Рода Вышнего Через Который Идет К нам Кровь Рода Вышнего Вот Это Слава Рода Течет А Ра Это Сердце Рода Откуда Эти Выплески Идут Ну Исток Поэтому Для Нашего Сердца Бог Ра Является Как Ну Высшей Структурой Для Сердца А Для Нашего Сознания Это Род Это Вся Структура Не Только Кровеносная А все Миры Которые Проявны Непроявны Для Нашего Понимания И Восприятия Поэтому В данном Случае Мы Говоря О Божьем Царстве О Божьем Царстве Уже То есть Божье Царство Вокруг Нас Царство Божье В Нас Вот Это Налаживание Обратных Связей Должно Как раз Послужить Тем Явлением Когда Наши Родовичи Побудившись Откликнувшись На нашу Побудку Начинает Осмыслять Живое Родное Слово Царь Князь Витязь Бог Слово Род Жизнь Смерть И так далее Вот эти Самые важные Русь Держава Царство Вот все Эти слова Когда начинают Раскрываться Смыслами Для сознания Человека То Человек Вправе Принять Эти Смыслы Улучшить Их Ну По крайней мере То что мы Говорим Да Нашу Меру Улучшает Это все И начинает Проживать Это в Самом Себе И соответственно Являться Явлением Для окружающих И вот Эти вот Связи Налаживание Этих Связей Определяет То что Мы Сегодня В этот Период Живем В процессе Быть По простой Причине Что Раскрытые Смыслы Ими Можно Овладеть И человечество Разумное Говорящее На русском Языке Заявляет Что оно Является Строителем Готово Встать В строй И начинать Строить Царство Божье На земле Как Система Управления Общественными Связями Между Общинами Народами Ну И Человечеством Яросвет Скажи Как человек Может Понять Что При том Что он Уже Находится В царстве Божьем Что он Уже Живет В нем Как Полноправный Его Скажем Участник Вот Я как Родитель Желал бы От Своих Детей Двух Вещей Чтобы они Были живы И чтобы они Росли То есть В свое Время Доходили До Определенного Уровня Развития Ну И скажем Развивались Развивались Да Программу Жизни Рода Вот Похожи Жизнь И развитие И Повторяю Вопрос Как Человек Сможет Осознать Что Вот он Стал Что Он Поставил Внутри В своей голове Царство Божие И является Полноправным Скажем Жителем Царства Божьего На земле В данном Случае Это Исключительно Возможно Только В первую очередь Через понимание Смысла Слов По другому Не получится Просто Не получится Да Можно Ну Можно Говорить Да Я Согласен Царство Божье Вокруг Меня А ты Сам В этом Царстве По-божески Живешь И вот Тут встает Вопрос Ума Вопрос А как Это Жить По-божески Естественно Большого количества Сегодня Наших родовичей Населения Русскоязычного В первую очередь Существует Большое количество Программ Различного рода Проявления Религиозных Аспектов Кто Как Чего Там Кто Иисус Христос Бог Кто Аллах Там Начнет Я говорю Среди Русскоязычного Населения Те Кто Понимает То И то Что Есть Кто Будет Скажет И вот Эти меры Начинают Обрабатываться Умом Что он Услышал Как он Понял Размышляет Только тем Как До него Дошло Предмет Образный Такие Постояния В нем Есть И он Над ними Размышляет Это Это Подложный Это Не Просто Подложный Это Путь Развития Душ Душ Разный Опыт Имеет Разное Количество Воплощений В различных И не только На этом планете Земля Опять же Неоднократно Мы слышим Такие заявления От наших Соотечественников Современников Разных Народов Что Вот Я Вспомню Я На какой То Планете Таким То Кем То Там К примеру Можно Поставить Диагноз Сказать Это товарищ с клиникой Я Таким Вещами Не занимаюсь Мне Это Неинтересно Человек Говорит Для меня Главное Чтобы Это Было Скажем Так Соответствовало Просто Элементарно Но Вопрос В том Что Мы Там Где-то Жили Как-то Ну Здесь И Сейчас Надо Сейчас Понять Здесь Зачем Ишел Это Что Это Мое Заслуженное Право Или Наказание Моя Жизнь За Что Опять же Но Другой Стороны Зачем И Вот Если Мы Ставим За Что Это Мы Копаемся В прошлом Пытаемся Найти Какие-то Ошибки И Вроде Как бы Исправить А При Вопросе Зачем Первое Это Открывается У тебя Есть Целеполагание Вообще Ты Зачем Живешь И Вот Через Понимание Целеполагания Приходит Ну В Большей Степени Правильность Выбора Во-первых Пути И Второе Качество Этого Пути Как С кем И Зачем И Почему И Мы Сегодня Говорим О Царстве Божьем Говорим О Русском Царстве Родном Русском Царстве Для Русского Народа Правомощно Мы Это Заявляем Это Не Говорит О То Что Над Кем То Мы Просто От Рождения Имеем Право Жить В Царстве Другой Вопрос Есть Либо У нас Или Нет Его Если Мы Говорим О Социальной Структуре А Мы Хотим В Нем Жить Или Нет Если Мы Хотим А Мы Готовы Строить И Вот Эти Все Вопросы Которые В Череде Логических Логических Поступательных Информационных Рядов Они Нас Приводят К Раз К Тому Что Мы Имеем Право Задуматься По Само Определению Я Кто Раз Значит Я Где Два А Я Соответствую Тому Где Я И Для Чего И Соответственно Для Чего Я Здесь И Отвечая На Эти Вопросы Обмени С Мерами Мы Как Раз Вырабатываем Меру Понимания Соотношения Соответствия Кто Я Зачем Я Среди Кого Я И Я Соответствую Этим Людям С которыми Я И Как Может Мне Дальше Идти Куда Потому Что Мы Вопрос Как Родители Определяет Тем Что Слово Развитие Раз Витие А Раз Речет Ас Витие Опять же А Витие Это Путь Ну Как Он Не Совсем Такой Прямолинейный Вот Но Витие Это Где-то Примерно Как Спиралевидная Такая Тема Что Вроде Б С одной Стороны Если Мы Постум Как Это Вот На Трубу Вторез Мы Увидим Круг Да Когда Мы Сбоку Посмотрим Она Будет Такая Длинная Какая Так И Спирали Видно То есть Вроде Мы По Кругу Бегаем Но На самом Деле Каждый Раз Приходя В Новую Жизнь Мы На В Русском Поле В Поле Русского Языка Мы Заслужили Право Обрести Смыслы Уже Родной Речи Не Важно Какой Мы Национальный Это Какая Ты Просто Ты Говоришь Ты Говоришь На Представить Коренного Народа Но Они Живут Говорят Действуют В моем Понимании Они Живут Больше Являются Русью Нежели Те Которые Говорят Что Они Русские А Там Пьянство Там Наркомания Там И Прочее Прочее Поэтому Здесь Вопрос Состояние Руси Он Как Раз В Светоносности Человека Его Готовность И Стремление Быть Русью Вот Вот Этот Момент Больше Динамическое Чем Географическое Ну Да Безусловно Или Там Каких То Записи В Каких То Бумажках Поэтому Друзья В данном Случае Вот Божественное Состояние Самоопределение Себя В Божьем Царстве Оно В первую Очередь Жижнется Вот Стоит На Понимании Что Ты Являешься Явлением Рода Вышнего Здесь И Сейчас Ты Сын Ты Дочь Божья Рода Вышнего А Соответственно Вы Должны Быть Богами Богом И Богиней И Вот Этот Момент Через Засмысления Живого Слово Позволяет Еще Прожить Некие Состояния В самом Себе И Когда Вы Принимаете Меры Славная Дочь Славного Рода Славная Сына Славного Бога Бог Сам В дальнейшем, когда мы понимаем вот эти меры, что наше население, русскоязычное население, осмыслив меры родного живого слова, принимает русский язык как родной, пусть он второй, третий, четвертый, не важно, но он родной, тем не менее. Вот, поэтому эти люди, вот в ситуацию проживания царями и царицами, они встают в царское коло, получается, по местам своего проживания. И царское коло является вот это явление царства Божьего на земле, когда цари и царицы явились, а есть пророчество, яйца царя будет там, и там, и там, и там. Как это можно сделать, ну, с позиции ожидания какого-то некого одного человека, как бы не складывается. А вот одно из пророчеств, яйца всадник, и будет он на белом коне, и царь, и будет он царь, но мы читаем не коне, а коне, коне, то есть яйца всадник на белом коне, а бел кон, бог есть любовь, кон. А кон – это свод правил проживания, бережного проживания, значит, совместного проживания, творения, созидания и обережности, ограничивающий произвол один взятых личностей и групп. И будет он царь, царь, отстоящее счет. То есть в этой матрице смыслов заложено не то, что какой-то один явится всего-навсего, а то, что каждый человек, понимающий русское слово, может примерить на себя эту матрицу смыслов, приложить на себя, прожить ее. Бог есть любовь, я могу быть истоком любви для окружающих, божественной, могу, потому что он меня привел, я с ним на связи, аз во мне, вечность его. Соответственно, я вечен азом, душа моя множество жизней набирается, чтобы с азом слиться потом где-то как-то вот в потоке своего творчества. И вот таким вот образом сбывается пророчество, но мы говорим о том, что пророчество не просто сбывается, а мы вершителями, мы не читатели пророчеств, мы переходим из формата читателей пророчеств в вершители пророчеств, в вершители, в строители, так точно. Вот как сегодня открываются эти меры и как нам помогает родное живое слово. Изменить качество своего проживания через самоопределение, самоосознание, признание смысла в родном и руководствоваться ими в действии. Именно руководствоваться и действовать соответствует. Что ж, будь то. Будь то. Так что Царство Божие на земле было, есть и будет. А нам осталось только заслужить право, как говорится, ну в данном случае, быть Царством Божьим в самих себе, выстроить его и соответствовать тому Божественному, что нас окружает в повседневности и предназначении. Другие и другини, князья и княгини, братья и сестрицы, цари и царицы, кто мы от века и ныне, боги и богини, да пребудут с нами души наших предков и да хранят нас все боги, которых наши предки славили во все времена. И да вас дадут они каждому по чистоте его мыслей. Мысли наши чистые, слава наши праведные, дела наши благостные во имя рода, на благо роду, на славу роду. Свет Аллаву роду проливаем, как было сказано же, да, свет в нас, свет из нас, свет окрест нас. Быть добру. Будь то.